А вы какие-то друзья остались, с кем общаетесь? Ну, практически нет. Ведь это не факт, я просто там родился, по большому счету. Родился и приезжал к своим родственникам. То есть у меня не было там никакого. А так я свое детство провел в Саранске, в Мордовии. Это 300 километров от Горького. Ну, да, рядышком. Вот, учился в Москве, познакомился со своей женой. Вот и все. Вот так вот. Супер. А где еще вообще жили, кроме Испании? Что? Где еще жили, кроме Испании? Один год жил в Майград-де-Мар. А, Майград-де-Малграде. Где, в Болгаре? В Мальграде. В Мальграде? Это где-то здесь тоже испанно. Я просто не знаю, это было. Но это недалеко от Юрета. А, вот это? В Малград-Бланас Юрет. А, вот это, да. А что, сюда все-таки переехали? Куда сюда, в Барселону, что ли? Да, в Барселону. Ну, все-таки Барселона. Это город, где движение было. Где? Я же рассказывал, я хотел быть дизайнером. А, здесь, да? Да, я пытался выставляться в галереи, выставлять свои картины, но так как все там это, все вот так вот закрыто и новый нахер никому не нужен, я к этому через 2-3 года потерял интерес. Здесь, в общем, не войти, получается, в искусство? Хотя вроде Барселона такая искусственность там была. Какая искусственность, ни одного театра сейчас практически нормально, все уехали в Мадрид. Ничего здесь нет из-за этого национализма. Ничего нету. Никаких выставок активных нет, ни театров, вообще ни херя, никакой культуры нет, только бла-бла-блаш. Барселона была, Барселона была культурным гором в 60-е годы, когда вот параллель еще, улица Параллель, там, да, на самом деле были театры, кинотеатры, много чего. Кинотеатры закрыли. Театр, да посмотри, театр Принципаль, это самый театр, самый старый театр в Европе. Да. Самый старый театр. Забит. Смотрите, он закрыт, этот театр. Как я сюда приехал, он уже был закрыт. А, это даже в 90-х годах он уже закрыт уже был, да? Да. Даже так? Он всегда, здесь нет еще, бильярд вот здесь вот был, но бильярд сейчас, 7-8 лет назад его как убрали. Тоже убрали. Потом еще тебе даже расскажу про Лисео. Ну, Лисео, знаменитый театр, где выступала известная Монсерратка Барье. Ты же знаешь, что она умерла в прошлом году. Вот. Вот, она, театр сгорел в 93-м году. Его по-новую открыли, в 93-м году он горел, там пожар был очень сильный. Она, во-первых, она начала свою, ну, знаешь, что такое Монсерратка Барье? Какой еще раз? Монсерратка Барье. А, ну, я слышал только вот это, местный марсенад. Монсерратка Барье, Плащида, Доминго, это Тенеры. А, Тенеры, да-да-да. Вот, она начала свою карьеру после своей консерватории, она начала практически свою карьеру, свое поднятие в театре Лисео. И когда в 92-м году, в 93-м, театр этот горел, она на развалинах этих вот досок вот этих, есть еще даже, может быть, видео можно посмотреть, она пела арии свои. И потом в 98-м году этот театр по-новому отреставрировали и его открыли. В прошлом году она умирает, это каталанг. А, смотри, да, еще такой очень момент, очень сильный. Она умирает, она звезда Испании, звезда Каталунии. Ни одна сволочь, когда она умерла, не повесили ни ее портрет с черной ленточкой, чтобы, как это сказать-то, чтобы свое уважение к этой диве, умершей, Монсеррат Кавалье, ей предоставить, ей было 70 лет, что ли, примерно, чтобы уважение, что она пела, она символ этого Лисео, она символ Каталунии, символ Барселоны. Ни одна сволочь. А почему? А потому что у нее муж Арагонез, и она не чистая каталанка. Она, да, она каталанка, а у нее муж Арагонез. Арагонез это не каталанец, сволочь. Как так можно? Вот тебе про искусство говорю, да нихера, ну все, ты же за какой-то устал уже, наверное, да? Не, не, я просто слушаю, чтобы, ну, тема поддерживаю. Я тут всякую херню парю такую. Да нормально, что ли? Херню парю эти так, как простой житель. Я здесь знаю всех воров, наркоманов. А здесь воров, воров, диаспрос, что ли здесь, да? Здесь же очень сильно такой криминальный. Ну, во-первых, что сказать? Здесь карманники, конечно, здесь туристы. Здесь такие воры, воров как таковых, крупных, в центре нету. Воры все они в администрации, это все понятно, другого типа воры. А, понятно. Официально воруют, да? Официально воруют. А эти просто хулиганяют, как правило. Ну, они же в Европу вошли. Сейчас, раньше марокканцы этим занимались. Просто так как марокканцы первые сюда приехали в Испанию, вот, они здесь занимались там футбол-футбол. Я не знаю, знаешь, что это такое? Футбол-футбол? Нет, не знаю. Ну, когда к тебе подходит один, знает уж у тебя, что в кармане у тебя, в заднем кармане или в переднем, неважно, у тебя есть или кошелек, или телефон мобильный. Ну, тогда, может, тогда еще телефонов не было. Ага. Тогда телефонов не было. У меня у самого первого телефон мобильный появился здесь, у камни. Здесь, да? Ну, я же так, образом говорю. Ну, не было. Вот. И вот они подходят тебе, начинают там это, ну, здесь же футбол, Барселона, Барса, все же знают. Да, да, да. И вот он подходит тебе, начинает тебе ноги, что-нибудь там засовывать свои ноги между твоих ног, пока ты там что-то спотыкаешься, говорить футбол-футбол, иностранец, как правило. Ага. Вот. И тебя ссовывают в карман, в задний карман руку и вытаскивают оттуда кошелек у тебя там, и все, что у тебя есть. А что есть, да? Вот. А вот этим занимались марокканцы. А потом, в конце десятых годов вступили в Европу всякие там, всякие прибалты, всякие болгары, румыны, всякие и так далее. То есть здесь много румын очень воруют. То есть они же европейцы, им похеру уже, они взяли билет без всяких, ни визы, ничего не надо, там 3 месяца. Раньше там им нужно было, у них был свободный въезд там на 3 месяца, еще раньше была нужна виза. Вот они сейчас занимаются. Потом. Ну, вот у моей жены украли рюкзак. Вот. Рюкзак совсем говном. Единственное, что там было самое ценное, две фотографии клиентов. Ух, надо было нарисовать. А какие листочки всякие, херня, карандаши и кнопки всякое говно, блин. Ну, зачем вы его, блядь, взяли? Вот. То есть так как их было много, я первого попавшегося карманника, и говорю, иди-ка сюда. Ну, я такой злой. Я говорю, так, моей жены рюкзак украли. Говорю, давай, реши вопрос. Сижу здесь, решаю. Через 10-15 минут ко мне так, сеньор, сеньор, говорит, это не ваш рюкзак, вот случайно вот. Я говорю, спасибо большое, все нормально. Принес, да, серьезно? Да, принес. Какого знать, не знаю, кто. Ну, у них между собой там, ну, блин. Ну, че-то забрал, я говорю, дурак, ты знаешь, у кого воровать-то вообще? Ну, воруй хоть, ой, я эти хоть. Ну, у меня какое говно здесь брать-то? Ну, возьми мои странные карандаши, блин. Я тут... Понятно. Че я, блин? Иди, а кто вообще здесь ворует еще? А вот какие-то примеры? Ну, цыгане, как правило. Цыгане, да? Цыгане, румын. Да, румынские цыгане, как правило. А какие-то примеры крафт есть, какие-то там, чтобы там, для подписчиков, чтобы знали люди? Ну, как правило, по трое, по четверо ходят. Ты знаешь, я их вижу, у меня нюх на них. Когда мы с дочерью, например, ходим, говорят, папа, ну, как ты знаешь, что это вот карманники? Ну, потому что у них взгляд другой. А, они немножко такие... Взгляд злой какой-то, ищущий такой, знаешь. Такой напуганный, да? Ну, какой-то злой, напуганный, можно сказать. Но они-то, прикид, просто так, если ты не в теме, ни хера не разберешь. Панамки у них такие, шарфики такие, на руки, ни хера не поймешь, если у тебя нет опыта, так сказать, за ними заслежением. Наблюдать, да? Наблюдать. Ну, я не раз и пинков здесь давал, и за шею брал, и чуть не давил, просто, ну, агрессию такую сделал. Этого нельзя делать, а я все равно делал. Ну, я простой советский человек, я и поцрак могу дать хорошо, и по харизм ездить могу. То есть, я знаю, что могут быть у меня неприятности. Да даже если какие... Какие, какого типа у меня неприятности будут? Ну, пускай будет полиция. Ну, что мне? Ну, штраф будет, что ли, за то, что я этому вору? Да он никогда не пойдет, не писать ни на кого, потому что все знают, что он вор. Это тоже еще такое, знаешь. Но у меня могут быть проблемы. История была примерно году в 2005-м. Вот здесь вот мимо пробегали. Один полицейский бежит, разговаривает по своему этому матюгальнику со своим коллегой и говорит, а впереди бежит карманник, он за ним. Говорит, слушай, ты его держи впереди, сделай барьер, чтобы он не убежал. То есть, я хочу сказать, что он не хочет его догнать, потому что он тот догонит его. Этот упадет в коленки, у полицейского будут проблемы. Ну, ты считаешь, это нормально? Ага, вот так вот даже, да? Ты считаешь, это нормально? Да нет, нормально, конечно. Говорит вообще. Йо, ну что это такое? Вот, я говорю, нормальная советская жизнь, российская. Если ты что-то плохо делаешь, я тебе сразу заеду по Харе, блин, а потом разберемся, блин. А может, еще и два-три раза тебе заеду, если ты неправ. Понимаешь, если ты подлючи сделаешь какую-нибудь. Здесь нет. А как здесь? А здесь ты вот делаешь гадости, блин, а я тебя не трогаю. А не дай бог тебя трон, у меня еще проблемы будут. То есть, ты сделал падлость, ты что-нибудь своровал, ты мне сделал какую-то гадость. И проблемы у меня будут, потому что ты напишешь, на меня какой-нибудь заявил, я тебя не имею права. Ты где-то, как ее, демократия, толерантность, равноправие, сраная, блин. Все в другую сторону. Когда, блин, сейчас вот идет ребенок, ну это же известно, сейчас Путин у вас хочет эти поправки делать. Вот знаешь, традиционные европейские ценности. Нет никаких здесь ценностей. Вот как раз-то ценности в Европе и в России есть. Вот они ценности семьи. Нет никакого, вот здесь пидорализм, пидорасты здесь, лесбиянки, блядь. Дети, когда сопливые, на маму ругаются, и нормальный родитель подзатыльник должен дать. А если, не дай бог, кто-то заметит, что отец дал подзатыльник, ой, так тут еще тебя и заберут еще сына тебя, и не дадут ему вообще с тобой общаться, и вообще тут в судебном порядке я имею в виду. Это грозки, нормально, нет. Это ненормально. То есть вот эта вот демократия, она для идиотов, далеко не для всех. Для одних да, для других нет. Ну да. Ну и толерантность тоже такая же. Ну какая толерантность, если тогда еще, когда в метро был я ездил, а сейчас в метро вообще не езжу. А у меня, я простой, говорю, человек, ну заходят двое, и один из них курит. Прям с сигаретой в метро зашел. Всем посрать. Ну а у меня будет все кипеть так. Я к нему подошел, нажал ему на ногу, схватил его за плечо, и вытащил его оттуда. Те пацаны поняли, что я более агрессивный, чем они. То есть они думают, знаешь, все похер, никто ничего не будет, и можем еще покурить. А тут вот такой вот один появился, и вот выгнал их за плечо, и пинка еще дал. И что ты думаешь, хоть бы кто-нибудь вот в закружении сказал бы, типа, сеньор, уважуха. Да никто. Был еще один, тоже в метро. Сели четыре пацана, двое напротив двух. И вот один взял ключ от квартиры, и вот по стеклу херачит, царапает стекло. В метро. Ну что ты царапаешь? Ну зачем ты? Это правильно, все заменят, там есть страховки, все нормально. Но мне неприятно, что будет царапать. Вот сейчас ты, я не знаю, начнешь, подойдешь, сейчас дерево пилить здесь, начнешь царапать его. Я скажу, что ты делаешь-то? Ну да. Ну не делай. Он сидит и вот царапает от стекла. Я взял ему, пацанам было лет по 15-16. Я как старый дядька, как отец его, взял вот тут ухо вот так вот, вот так вот, вывернул его. И все эти трое, все четверо, все как зайчики. Они не привыкли, что они так делают, понимаешь? Там кто-то делает, а если кто-то делает замечание, пошел нахер скажет. А, сразу, да? Конечно. А ты ничего не можешь, не можешь делать. Компористы же могут сразу вызвать, даже дети, да? Конечно. Конечно. Нельзя трогать никого. А я его тронул. Нельзя этого делать. Ну, я не могу не тронуть. Могу. Ну, что мне будет за это? Похерю. Вы же посрать мне на все было. Штраф, да? Да пускай штраф мне будет. Ну, я ему ухо выкрутил, блин. Там перестал сели, как зайчики, блядь. Как зайчик. Вообще, друзья, есть испанцы? У меня? Да. Вообще, у человека, я считаю, что в каком смысле друг, что для, понимаешь, очень нужно понять, что для тебя понятие друг, что для тебя понятие товарищей, знакомой. Может быть, они у нас с тобой разные. А, угу. Понимаешь, может быть, они разные. Если я скажу, что да, у меня есть друг, и мы не поймем друг друга, они совершенно разные люди. Ну, вот есть у меня человек, которого я очень уважаю здесь. Но он не испанец, он китайец. А, китайцы. Да. Он сюда приехал еще раньше, чем я. Он из Пекина. У него есть хорошая семья, у него нормальный ребенок, очень образованный. Вот. Знакомые, с которыми я могу общаться, позвонить, поздравить с днем рождения? Есть. Конечно, есть. Но за столько лет можно обрасти знакомыми и приятелями. Друзей? Ну, наверное, есть у меня, да, два человека, но они находятся в России. Они русские, они не испанцы. Так что, что касается, я очень общительный человек, у меня очень знакомых. Я, если, редко приезжаю в Россию, я всегда поляну накрываю, всегда встречаю, меня встретят, из Москвы довезут меня до Саранска, до Горького, меня на машине довезут, везде меня покатают, и Пьянова меня. Все будет хорошо. Но друзей, они мне не нужны. Не нужны? Ну, потому что это много очень стоит. Это большая ответственность с моей стороны и с его ответственностью. Ну да, согласен. То есть, я считаю, что для меня может быть товарищ, я не знаю, товарищ, это может быть для меня больше даже, чем для тебя, как ты назовешь друг. Еще надо посмотреть, кто у тебя друг и кто у меня товарищ. Понимаешь, о чем я говорю, да? Да, согласен. Вот, это еще надо посмотреть. Поэтому, что мы имеем в виду под другом? Ну, вот, российский, например, как вот друг в России, когда там... Нет, такого здесь не может быть. А как вот они вообще здесь дружат, испанцы? У них так, я как понял, здесь каждый друг там, привет! Ну, можно, можно, привет! Уже друг его там. А еще, не дай бог, он тебе улыбнется, а ты простой советский парень и подумаешь, что он тебе как-то от души улыбнулся, что-то тебе там еще сказал. Да нет, не без всяких иллюзий. Не надо никаких иллюзий. Нет, здесь такое. Здесь эгоизм, он очень развит здесь. Очень развит, да, получается? Конечно, эгоизм, эгоизм, на эгоизме. Да, ты можешь неплохо провести время, посидеть там, час-два, даже в ресторан можешь сходить. Нормально, все, такое часто бывает. Это нормально. Вот, ну, у тебя бизнес-бизнес, не гости-не гости. Не гости-не гости. У меня как по-моему, вот здесь вот, у них, они могут что угодно тебе говорить, обманывать тебя там, говорить, обещать. Это все вообще ничего не значит здесь, да? Понимаешь, понимаешь, конечно, если ты совсем будешь обманывать, и если мы с тобой, так сказать, знакомы давно, и у нас есть еще общие знакомые, но может быть тебе будет еще немножко неловко. Но это максимум. Максимум. Неловко, я не сказал, что будет плохо. Неловко. то есть, я тебе ничего не должен, ты мне тоже здесь ничего не должен. У меня перед тобой, так, слушай, мы с тобой, ура, бой нас, друзей, ну, да, вместе там, я не знаю, и на шашлыки пойти, это знакомые, с которыми тебе, так сказать, может быть, даже не столько тебе, или тебе, или им, удобно провести хорошо в летний день, я не знаю, зимний день. Но дело в том, что у меня есть хорошая жена, и у нее есть муж, и нам очень хорошо дома, в семье, уехать вместе, и если кто-то есть, я очень общительный человек, жена у меня не настолько общительная. Вот. Поэтому, друзей, как таковых, понятия друг, нет, здесь нет. Как вот у нас было, времена в советские, здесь нет. Нет, нет, здесь нет такого поведения. Я не верю. То есть, может быть, может быть, может быть, это что-то, где-то вот, именно вот в этом гнезде, в каталанском, может быть, есть, я могу подозревать, и то подозревать, но не утверждать. Я считаю, что в Европе, здесь все, понимаешь, вся система, система вот этого социума, она работает на то, чтобы разделить людей. Здесь, да, именно? Да, и в России сейчас уже, я говорю очень сильно, но в России еще есть это зерно. А здесь вот все отдельности, все эти человек, человеку враг, и волк, и все остальное. Конечно. Девушки, мужчины тоже, да, так? Да все, все, да, вплоть до того, что муж и жена. А, враги дурьбы. Ну, откуда появились все эти контракты, блин, семейные, откуда, думаешь, у нас, что ли, родились они там? Да и сейчас они там же есть, в Советском Союзе. Они родились и в Америке, и в Европе. иди мне. Девушки отдыхают, и в Америке, и в Европе. Ну, здесь все занимаются своим делом. Нету, нету здесь тепла, вот открою, но понимаешь, вот они собираются, вот они, Испания вообще очень религиозная страна, да, так вот, она, кстати, со всей Европы, я много где был, много чего видел, Испания, честно говоря. Интересно. А вообще семейная пара, какие друзья есть, вот там испанцы или каталанцы, там с кем-то кофе пьете вместе? Есть, ну, есть, ну, есть, да, конечно, есть. Я, как правило, организовываю, я такой организатор такой. Шашлыков? Я шашлыки делаю, очень хорошо делаю шашлыки, и очень так это, как это? Нет, а здесь так дошки? Ээээ. Чего-то заинтересовало его? Сейчас он там за деньгами пошел. А, какой-то строитель, работе обычный? Да нет, он вон, с этого, с итальянского ресторана, он сзади, вот они, был Шкосмос, они его отремонтировали, вот этот тут. А, здесь работает, да? Да. Все, все понял-то. Вот. Так что, да, есть, конечно, так сказать, ну, ну, знаешь, есть понятие такое, нужно поддерживать, нужно поддерживать отношения, это надо. Знаешь, я поздравляю с днем рождения, поздравляю с 8 марта, с 1 мая, с ноябрем, с рождеством, с католическим, со всяким, мусульманским, там, то есть, ну, у них тоже это принято поздравлять, на всякий случай. А, вот так, да? На всякий случай. На всякий случай. Привет, Леша, привет, Алексей, я тебя по имени назову. Да. Ну, какой нахер я тебя друг, ты меня видишь первый раз, второй раз. Так понятия разные просто у всех друзей. У тебя свое, у меня другое, я тебе не верю. Вот, я к тебе, уважительно отнесусь, все нормально, да, кофе, пойдем, мы пьем кофе, поговорим, пообедаем, миссарисам, пойдем, все нормально, да, ну, да, ты нормальный хороший человек, ты не хулиган какой-то, не варюк, там, нормальный, обыкновенный просто, тем более, с ним же с Горького приехал, ну, там, приятно, поговорить, даже какие-то улицы знакомые назвать, там, туда-сюда. Мне это, мне это приятно. Тебе, мне приятно, тебе интересно, что вот такой есть, перец такой вот здесь. Андрей, да, 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 Андрей, вот здесь такой момент, если ты денег кому-то дал там займы, или еще что-нибудь, то никогда тебя никто не вернет, вот здесь как принят, в России такого не было, там, как ты на слово веришь еще, а здесь прям вот такой, почему здесь так вот, как-то, потому что совести нет, я же тебе говорю. А, здесь это просто отсутствует понятие, да, это, то есть, понимаешь, я могу, блин, я сейчас вот дам список, вот, не просрать, вот, ну, не доставать, не доставать ничего. У меня список есть, кто еще мне должен, я по простоте душевной даю деньги, даю деньги, да, даю, и, ну, блин, ну, ну, знаешь, с другой стороны, хорошо, что у тебя есть возможность дать, ну, да, вот, хуже, если, хуже, если тебе надо их просить искать, ну, да, согласен, вот, это хуже, поэтому я вот даже вот, сколько там они должны, ну, не будем говорить цифры, она в четырех цифрах, в чередовых цифрах измеряется, это много, это много, это много, ну, я надеюсь, что люди, люди все-таки совесть, она проснется, и все-таки это не как-то будет решено, этот вопрос, конечно, здесь, если у них изначально этого вообще нету, там, ну, кроме этого, у меня еще есть люди из Советского Союза, я им, как правило, доверяю больше, они не из России, ну, здесь, да, ну, я думаю, блин, ну, ты что, блин, ну, ты вообще, что ли, ну, ты что, ну, Андрей, ну, нет, ну, ладно, я же тебя не прошу, я говорю, ты просто скажи, когда решишь этот вопрос, я у тебя ничего не прошу, да, ты даже если не отдашь, мне похер, я беднее все равно не стану, просто я знаю, что я богаче тебя всесторонне, понимаешь, ну, зачем ты со мной отношения хочешь испортить, из-за этого говна, из-за денег, ну, зачем, то есть хочешь, хочешь потерять человека, дай ему денег взаймы, ну, зачем, зачем ты, ну, берешь, дурак, я тебе дам, ну, тебе это, тебе легче, у тебя все равно проблемы как были, блядь, так и остались, согласен с этим полностью, ну, дурак ты, ну, ну, если между нами есть какой-то знакомый, но это, в общем-то, я считаю, что это нормально, если есть какой-то между нами знакомый, то, в общем-то, может, этот вопрос и будет решен, знаешь, а, через знакомого, да, да, может быть, да, ну, не припугнуть, а так сказать, мягко, мягко тогда, мягко, да, а если, у меня тоже такие же были, то есть, ну, человек работает в магазине, ну, вот он сегодня работает, и у меня там, фестивалит, 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 через два месяца он увольняется и пропадает, ну, пропал, пропал, ну, и все, он же знает, что он некрасиво поступил, ну, и хер с ним, а, по-моему, вообще им пофиг, здесь у них отсутствует это чувство, да, я тебе говорю, совести нету, нет у людей совести, нет у людей чувства ответственности, ответственности перед своей семьей, перед собой, что ты куришь, наркоманишь, здесь, я не знаю, по проституткам ходишь, ты знаешь, что испанские мужики, 80% они ходили по путам, серьезно? 80% мужиков ходят по путам, приходили хотя бы один раз, по-любому, здесь так вот происходит, да? Ну, это по статистике, по статистике, а жены как же там у них? Ну, про жены не говорим, я не знаю, я знаю, что это про мужиков, пропутывают, а еще просто про счет цифру, цифру счет я такую скажу, до 2000 года в Каталонии, в развитой Каталонии, 20% населения не умели читать и писать, ты знаешь об этом? О, нет, это серьезно? Вот, более того, вот, если ты, вот, вот, ты плохо говоришь по-испански, но если ты вот встретишь, будешь говорить получше, и скажешь, так, давай напишем, во-первых, что касается грамматики, писанина испанского языка, я человек из деревни, я пишу лучше грамматически, чем, чем может быть, не про всех говорю, пытались здесь и пути-клуб, сделать и дискотеку, продавать здесь гашиш и все остальное, продают везде, прям, да, это везде, вот, вот, вот здесь стоят, вот молодежь, вот, вот один стоит, там какой-то, другой сидит, там, третий за этим, продают здесь, Испания, она первая страна по потреблению гашиша в Европе, первый, прям, и что, каждый первый буквально курит, что ли, да? Ну, вот, я первый, я не курю, ну, каждый второй, пью, водку пью, пью, водку пью редко, не с кем пить, водку пью на новый год. Никто не пьет здесь водку, да? Пью, ну, как-то, ну, не, ну, здесь дня алкоголика здесь достаточно, вот так вот. Приветствую, друзья, и я хотел бы создать группу, называется, караванеры-мечтатели, так ее назвал, вот, для тех, кто вообще хотел бы купить автодом, ну, вообще, такое сообщество создать, где просто люди между собой будут общаться, кто, например, уже имеет автодом, кто хочет купить, у кого в планах, что просто между собой совещались, и общались, ну, и, например, даже кто-то захотел поехать в путешествие, там, одному, скажем так, скучновато, в сообщество договорились, и можно вполне поехать вместе, на автодомах, например, там путешествовать, также по России и по Европе, поэтому, друзья, кто хотел бы быть в этом сообществе, телефончик вот будет на экране, и в описании, добавляйтесь ко мне в WhatsApp, и я вас добавлю в эту группу, и, одним словом, будем собирать сообщество караванеров-мечтателей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!